Зал суда разделился на две половины. С одной стороны вердикт ожидают родственники подсудимого, на другой стороне родные и близкие погибшего и пострадавших в той перестрелке. Сам подсудимый на своих земляков не смотрит, но угрюмо ожидает приговор. Сдать суд идет. Сдать суд идет. Кадиров собрал подкрепление двух родственников, которые вооружились травматическим оружием и винчестером, и вновь вернулись в школу. Несмотря на то, что было уже около 10 часов вечера, любительские соревнования по волейболу продолжались. Найдя Усенова, Кадиров с компанией вывели противника во двор, и здесь Кадиров открыл стрельбу. Кадиров начал в него стрелять с травматического пистолета. Усен в свою очередь начал бегать в сторону школы, в сторону спортзала. Ему на встречу вышел родственник, один из родственников Кадирова, и выстрелил его из огнестрельного оружия, то есть из ружья в живот. Значит, от полученных травм Усенов упал на землю. Кадиров подошел и выстрелил ему из травматического пистолета в обе ноги. Решением присяжных заседателей Кадиров был признан виновным в хулиганстве, незаконном ношении травматического оружия, убийстве и покушении на убийство, совершенное из хулиганских пробуждений в группе лиц по предварительному сговору. В общей сложности он приговорен к 20 годам решения свободы. Родственники пострадавшей стороны остались удовлетворены вердиктом суда. Мы довольны приговором. Суд был справедливым. Решение правильным. Приговор пока еще не вступил в законную силу, и у сторон есть 15-дневный срок для обжалования вышестоящей инстанции. Остается добавить, что один из двух родственников Гани Кадирова, принимавших участие в перестрелке, уже задержан. Второй все еще находится в розыске.